Часто вопросы, с чьей помощью Каримов стал руководителем Узбекистана. Вспомним историю, как он стал руководителем в советское время. В советское время, до того, как он стал президентом Узбекистана, он был первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. А первым секретарем ЦК Компартии, это номенклатурная должность, шло через Москву, через Кремль, через Огодел. Его даже сам Каримов вспоминал, когда он назначался на эту должность, как он стоял в очереди в кабинет к заместителю руководителя Огодела, даже не к руководителю. Он глава республики, это его очень сильно задевало. Так что Каримов должен быть благодарен Москве, Кремлю, что он стал главой одной из крупнейших республик высшего Советского Союза, как Узбекистан. Это вот история, чей помощь он пришел к власти Узбекистана. А несмотря на то, что он пришел с помощью Москвы, и тем самым потом уже стал президентом, и до сегодняшнего дня сидит в рулях крупнейшего республики Центральной Азии, он систематически, ну как вам помягче сказать, ну, отвергает Москву, ну как... Хотя она его породила, но я не хочу слова применять, ну там типа плевка и так далее, хотя как бы это в литературном выражении можно применить, я бы не сказал, это оскорбительно, в литературном выражении. И это у него систематически. Вот вспомним слова Каримова, когда он приехал после инаугурации Путина два года назад. И он показывали, как он, стоя с Путиным рядом, вспоминал и говорил, что я еще в 2000 году, когда Владимир Владимирович избирался первый раз президентом, я говорил, что с Путиным я бы пошел в разведку. Путин рядом стоит и улыбается. И он опять говорит, я вот и сейчас повторяю, я бы с Владимиром Владимировичем пошел бы в разведку. Но удивительно, за эти два периода его президентства Путина, за этот период с 2000 по 2013 год, Каримов, он несколько раз же сам в разведке, так сказать, Путина предавал. То есть, каким образом? Он дважды выходил из Евразеса и его ДГБ. Даже руководитель Белоруссии, на эти его систематические выходы в входы Евразес, Лукашенко, он что сказал, этот батька, что если в Узбекистан, Каримов, еще раз попросить Евразес, в третий раз, мы подумаем еще, брать его обратно или не брать. Своё членство в организации договора о коллективной безопасности Узбекистан приостановил еще неделю назад. Известно об этом стало только теперь. Молчать есть о чем и тем, и другим. Ташкент, только теперь объяснив это приоритетностью двустороннего сотрудничества, по предположениям аналитиков, руководствовался следующей целью. Иметь возможность самостоятельно дать добро Вашингтону на размещение на своей территории военной базы США. Россия же, проигравшей на этом поприще американцам и потерявшей важнейшего союзника в рамках ОДКБ, заявлять об этом на весь мир не очень интересно, говорят эксперты. Добавим, что официальный Ташкент уже во второй раз выходит из состава ОДКБ. Впервые желание покинуться организацию Узбекистан изъявил в 1999 году. Спустя шесть лет страна восстановила свое членство. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на это заявил, что теперь у Ташкента не будет послаблений для очередного вступления в ОДКБ. Слова белорусского президента цитирует агентство Казенфур. Нам необходимы согласованные действия по дальнейшему развитию нашей организации. Однако не все ситуации, с которыми мы сталкиваемся, уже сейчас могут быть легко регулированы на основании имеющейся у нас правовой базы. Такие коллизии возникли с пожеланиями о прекращении деятельности Узбекистана в ОДКБ. Мы сегодня приняли это решение и согласились. Удовлетворили их просьбу, приостановили членство Узбекистана в ОДКБ. Договорились о том, что никаких послаблений, преступлений в том числе этого государства, больше не будет. Выполнил все документы, ратифицировал, стали они законом у тебя в стране. Милости просим в организацию. В отношениях с другим государством, членом СНГ, Узбекистаном, у нас напротив, наметились существенные осложнения. Не так давно Ташкент направил в организацию договора о коллективной безопасности ноту о приостановке своего членства в этом альянсе. Узбекистан уже один раз выходил из ОДКБ в 1999 году. И только после трагических событий в Индижане, когда Ташкент попал под весьма жесткое, вплоть до введения санкций, давление со стороны США и Евросоюза, Каримов принял решение о возвращении в этот военно-политический союз. И вот теперь он вновь выходит из него. Причем выходит ради резкого наращивания военного и политического сотрудничества с США. Насколько оправдан такой разворот Ислама Каримова? И не опасается ли он судьбы многих авторитарных правителей, которые сделали ставку на союз с Соединенными Штатами? От бывшего президента Туниса Бен Али до бывшего президента Египта Мубарака. Мотивы узбекского президента изучал Дмитрий Графов. Когда месяц назад Путин и Каримов подписывали декларацию об... Несколько дней назад, 4 апреля, в городе Бешкеке было заседание руководителя Министерства иностранных дел стран СНГ, где был поставлен вопрос, сохранять ли санкции против России или не сохранять. Санкции, выдвинутые против России, отменять или не отменять? Вот тут позиция Узбекистана. Какова была? Узбекистан выступил, чтобы санкции против России остались. То есть тем самым Каримов объявляет войну Путину. Вот это невообразимо. Как же он говорил, что... Я в 2000 году пошел в разведку с Путиным, и вот в 2013 году он еще раз повторял это. И сейчас, он несколько дней назад, еще очередной раз кидает Россию. Не говоря уже предыдущего дважды выхода из Евразеса и входа, и его ДКБ. Постоянно, систематически, он предает Путина. Вот вопрос Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович, вы бы с Каримовым пошли бы в разведку? Интересно. Он же вас постоянно кидает. Вот. И вот последний случай, 4 апреля всего года. Хотя, несколько миллионов граждан Узбекистана, не найдя себе работу в Узбекистане, кусок хлеба в Узбекистане, вот здесь в России они работают, плохо ли, хорошо ли, несколько миллионов человек зарабатывают здесь деньги, и у каждого, несколько человек, эти деньги, они кормятся в Узбекистане. и умножим эти несколько миллионов еще на несколько раз, получается, что чуть ли не половина населения Узбекистана кушает хлеб, заработанный на территории Российской Федерации. И Карим, несмотря на это, он предлагает санкции против России сохранить. Это не предательство. Владимир Владимирович, как можно с таким человеком идти в разведку? Он не только не заступается за свой народ, который в России его депортирует, тюрьмы и так далее. Около 6 миллионов с лишним человек находятся за границей. Он еще и против вас, постоянно, как я раньше сказал, дважды из Евразии выходил, и теперь еще голосуют за санкции против России. А если санкции против России сохраняются, значит, заработок в Узбекистанстве против России тоже соответственно уменьшается. Доллар увеличивается, но мы знаем, что в два раза доллар увеличится. Значит, посылаем деньги в Узбекистан, хотя миллиарды долларов уменьшаются тоже соответственно в два раза. Ну как бы, господин Каримов кушает из этого, и сам же опять же туда же и плюет. Есть же старые пословицы, если не плю в колодец, то ты пьешь воду. Ну сколько можете, Владимир Владимирович, с таким человеком ходить в разведку? Я бы, например, не пошел в разведку.